Всем привет! Меня зовут Александр Хабкевич, и я работаю старшим системным инженером компании EPAM Systems. Сегодня мне хочется вам рассказать о том, как мы готовим ансибловые роли. Чуть-чуть про ансибл. Начнем с краткого обзора. Я надеюсь, что все работали, все знают. Давайте быстренько-быстренько. Это configuration management система, которая сделана, как неудивительно, для управления конфигурациями. Появилась эта штука в 2019 году. В 2015 году RedHat понял, что эта штука клевая и купил их целиком. Изнутри ансибл написан на Python. В качестве DSL используется всеми нами любимый YAML. Шаблонизируется эта штука Jinji. И есть к нему WebUI. Она прямо для централизованного управления. Называется Ansible Tower. И Ansible Tower прямо в 2017 году стал публичным. Появилась такая штука, как AWS Project. Можно поставить, посмотреть, поиграться. Значит, для того, чтобы начать пользоваться Ansible, нужно сделать две простых штуки. Первая – это составить файл инвентаризации в случае статической инфраструктуры. Ну, а на втором этапе нужно написать плейбуку, которая, собственно, напишет, которая прямо приведет нашу систему в ожидаемое состояние. Но достаточно часто возникает непреодолимое желание не просто написать какую-то автоматизацию, а прямо написать клевую автоматизацию, которую можно переиспользовать еще раз. Это же хорошее желание. Автоматизация не ваншот такая. Вот. И ребята из Ansible молодцы. Они придумали такую классную концепцию, как роль. Собственно, роль в Ansible – это некая структурированная сущность, которая приведет нашу систему в ожидаемое состояние и прямо будет все как нужно. Например, мы можем написать роль для установки Oracle Java или другой любой Java, применить, взять плейбуку, запихнуть эту роль туда, применить ее к целевой системе, и мы получим внутри установленную Java или Solar. Как думали мы? Мы сейчас такие клевые пацаны. Возьмем, напишем много-много разных ролей. Вообще под все случаи жизни растащим их, пошарим, и будет все хорошо. Прямо будем переиспользовать их, и количество работы у нас сильно-сильно сократится. И мы думали, будем писать такие красивые вещи с умными штуками, там прям вчитываться не надо. Прямо тут просто попытка умную штуку изобразить. Вот. Но жизнь, она чуть сложнее. И когда у вас над ролью начинает работать чуть больше над написанием или улучшением, чуть больше, чем один человек, там два человека или 70 человек начинает прям писать в одно место, возникают неприятные сюрпризы. Прямо роль начинает вести себя немножко не так, как изначально задумывалось автором. Очень хорошо, когда она может добежать до конца, но это тоже не всегда случается. А иногда она добегает успешно до конца, но на целевой системе оказывается совсем не то, что задумывалось изначально. Ну, как-нибудь бывает по-другому, там все пишут сразу правильно, да? Окей. Начинают возникать всякие ужасные вот такие вот конструкции по попытке перенести баш в Vansible и подать это под соусом Configuration Management. Вот. Мы тут столкнулись с такой штукой и действительно взгрустнули. Но смотрите, что получается. На самом деле у нас есть некое подобие в нашем Configuration Management, есть некое подобие кода, да? И, значит, все практики, которые применимы к управлению кодом, вот в Software Development Lifecycle, он как бы тоже можно положить его в мир Ansible, то есть собрать какие-то best practices, натянуть на это дело статический анализ, там ленты всякие, протестировать это как-то дело, ну и зарелизить, прям объявить какой-то, релиз-менеджмент завести. Значит, у нас появилось желание прям вот все это втащить тоже. Мы инженеры, мы молодцы, мы сразу пошли в Тулы, да? И если там доступные решения, у нас появилось там множество доступных решений с точки зрения системы контроля версии, continuous integration, по тестированию там прям развесился такой зоопарк, вот. С точки зрения релиз-менеджмента, ну как бы в Ansible не так уж и много. Ты можешь там либо в гид, там как-то тегировать, либо тегировать гид и выкладывать в Galaxy. По тулам, по тестированию существует множество подходов, каждый реализует у себя как повезет или кому больше нравится. Очень популярное решение с использованием там тест-кинчин, всяких серверспеков, инспеков. Ну вот у нас душа не лежала брать Ansible, Python и натаскивать из него тулы из мира Ruby. Прямо оно как-то не очень смотрелось. Оно, конечно, можно, но смотрится не очень. Поэтому, выкинув все вот это вот неродное из мира Python, мы получили следующую картиночку. Значит, для управления конфигурацией у нас используется GitHub и GitLab. Прямо одновременно у нас в GitHub смотрит GitLab. Зачем, потом расскажу. Значит, для Continuous Integration, для прогона всех этих штук мы берем Travis для паблик части и GitLab Runners для приватной части. Значит, тестируем мы все это дело молекулой. Ребят, поднимите, пожалуйста, руки. Кто пользуется молекулой? А, то есть есть, клево. Хорошо. И релизимся мы прямо вот в GitHub и все это дело складываем в Ansible Galaxy. Значит, наш цикл разработки, когда у нас тулы-то появились, мы с ними более-менее финализировались, стал выглядеть повеселее, с картинками. Про молекулу. Значит, данный инструмент позволяет полноценно протестировать ансибловую роль. Для этого у него, в принципе, есть все. Значит, интеграция с YAML-лентом и Ansible-лентом для проверки всяких наших ролей на соответствие нашим требованиям. Есть TestInfra для прогона функциональных тестов. И есть такие штуки, которые называются Molecule Drivers. Это то, куда молекула будет разворачивать наш тестовый стенд. Поддерживается вот прям все. Всякие клауды, докеры, вагранты. И есть клевая штука как Delegate. Она тоже достаточно простая. Она говорит, что у молекулы больше голова не болит за разворачивание, а ты должен написать плейбуку по поднятию этого тестового стенда. Ну, если у тебя там, не знаю, какой-то свой суперприватный клауд, ты можешь прям делегировать создание и удаление машинок тестовых. А молекула внутрь все пропихнет. Так, посмотрим тестовую матрицу по шагам. Значит, вначале лент. Значит, прогоняется YAML-лент, прогоняется Ansible-лент и находит что-нибудь. Ну, вот, например, вот так. Значит, что здесь интересного? Здесь у нас лент ругается на то, что, ну, Shell, как бы нужно не просто вызывать Ansible, а как-то фиксировать его выполнение, привязывать его к чему-то. Те, кто был вот на воркшопе, который проходил с ребятами из Mail.Rug, прям проходили этот пример. Дальше. Дальше у нас DeStroy. Там молекула дропает все то, что осталось от предыдущих тестов. Так иногда бывает, что предыдущий прогон был, там развернулся тестовый полигон, там что-то происходило. Он вроде как должен был в конце почиститься, но какие-то непреодолимые штуки не дали ему это сделать. Поэтому молекула на всякий случай прогоняет этот DeStroy и, если что-то осталось, ну, почищает для того, чтобы у нас была чистая среда. Дальше. Dependency. Важная штука. Я думаю, многие видели такой файлик как requirements.yaml. Внутрь его для нашей роли мы можем положить в зависимости от других ролей. Ну, например, вот здесь у меня вот есть отсылочка к тому, что моя роль, она, конечно, клевая, но вот она не взлетит без установленной Java на систему. Так вот, молекула это понимает, она берет, идет, например, в Galaxy или в Git. Ну, что вы тут напишите? И сообразит, что нужно решать зависимости. Сходит в Galaxy, скачает, развернет и прям будет радоваться. Дальше. Проверка синтаксиса. Но это проверка не синтаксиса не вашей роли, а той тестовой плейбуке, которую вы скормите в молекуле. Это тоже достаточно часто стреляет. Например, вот оно взяло и сломалось. Сломалось на чем? Видно, что роль у нас называется Ansible Role Kibana, а в тестовой плейбуке написано просто Kibana. Прямо она говорит, ну, все бы хорошо, здесь можно создавать, но я так делать не буду, потому что, ну, они не совпадают. Дальше. Create. Значит, на этом этапе, собственно, разворачивается наш тестовый полигон с помощью того драйвера, где мы указали, там, в каком-нибудь Google. Окей, он там поднимет в Google Cloud. И тестовой машинке, и прям будет готов к тому, чтобы туда что-то разворачивать. Значит, как это выглядит? Мы можем в файле молекулы YAML прям прописать, что мы хотим. Здесь у меня пример для докера. То есть я указываю имиджи, которые нужно подтянуть, как сгруппировать их для того, чтобы сформировался инвентаризационный файл. Вот. И здесь видно, что я прям хочу иметь два имиджа. Один для что-то Archela подобного, второй для Debian подобного, чтобы быть уверенным в том, что во время тестового прогона у меня как бы и с Archela хорошо, и с Debian хорошо. Дальше. Prepare – это шаг предварительной подготовки инфанса. То есть это еще вроде как у нас все поднялось, но нужно выполнить какие-нибудь прикондишнены. Достаточно часто, например, в случае тестирования внутри приподнятого докера – это в Debian не поставить Python второй. Ну, его может там в Ubuntu его поставить. Его там может не оказаться, скорее всего. Дальше. Собственно, Converage – это прогон. Вот здесь вот случается первая такая большая штука. Это прогон нашей роли внутрь инстанса для того, чтобы убедиться, что она добегает до конца и вот прогоняется, и Ansible говорит, что все хорошо. То есть молекула делает Ansible, Ansible деплоит на тестовый полигон, пробегает – все хорошо. Дальше. Проверка на idempotentность. Она тоже очень простая. Она выглядит вот так. Первый раз у нас пробегает роль на предыдущем шаге. И Ansible сообщает, сколько было изменений. А потом он повторно запускает эту же роль и проверяет о том, что система была приведена в ожидаемое состояние, но при втором прокате этой штуки изменений нет. То есть наша роль не несет никаких деструктивных штук. Вот этот этап у ребят, с которыми я работаю, он вызвал наибольшую боль. И они пытались применить несколько воркараундов, чтобы победить проверку на idempotentность. Например, у молекулы можно управлять вообще стейджами, которые она проходит. И самый первый шаг был – это просто взять и отключить проверку на idempotentность. Ну, потом начали ловить, за это бить по рукам. Вот. И инженеры, они же умные, они пошли глубже. Они решили говорить о том, что вот этот шаг в Ansible, он как бы не дает никаких изменений. Он всегда будет возвращать… Ничего не поменялось. Хотя на самом деле здесь дернется какая-то команда. Вот он прям возьмет и будет перезаписывать файл. Но оно выглядит как idempotentное. Когда это тоже отловили, картинка стала выглядеть вот так. Клево. Там сценарий пробежал под именем default, и он idempotentный. Дальше у нас накладываются некие сайд-эффекты. То есть это все делать не обязательно. Это накладывает сайд-эффекты, но это бывает удобно, например, когда вы тестируете какие-то чуть более сложные, развесистые роли, там, зависимые друг от друга. Например, поднимаете LKStack. Подняли его, подняли Elasticsearch в кластере. На этапе сайд-эффект напихали тестовых данных внутри его. Потом пару нот вытернули из кластера. Ну, должно же быть веселее. И как бы вот у нас наш тестовый полигон готов для каких-то функциональных тестов, которые происходят на следующем этапе. Что здесь? Здесь дергается тест-инфра. Наверное, здесь, ну, это очень простой тест, который приведен для примера. Мы просто проверяем, что у нас пакет Docker Community Edition в случае Debian установлен, в случае Ubuntu. И как бы имеет нужную версию, и как бы сервис запущен. На самом деле, вот на этом этапе, на этапе запуска функциональных тестов, можно все сильно-сильно усложнять. Наверное, хорошим примером, более лучшим, будет в случае ELK-стека. У нас уже есть какие-то тестовые данные. Значит, на этом этапе мы можем прямо в Elasticsearch сделать запрос, что-то поискать, так как тестовые данные мы знаем, он нам что-то вернет. И здесь мы пробежали, не проверили, что все компонентики установлены и собраны, а мы здесь пробежали, что у нас Elasticsearch действительно поднят и работает, и прямо на поиске выдает нам то, что нам нужно. Так, когда тесты начинают бежать функционально, оно выглядит вроде как красиво, оно прогоняется по всей нашей инвентаризации вверх-вниз и говорит нам о том, что у нас все хорошо. Ну, опять же, тесты будут бежать, если мы их написали. Дальше. Дальше, ну, в конце DeStroy, ну, чем мы потестировали, если тест-репорт в каком-то виде есть, убираем мусор за собой. Значит, инструмент действительно клевый, вот он делает все это дело. Теперь осталось самое простое, или не самое простое, это прикрутить автоматизацию, то есть прикрутить TI для этого дела, чтобы оно автоматически прям все это дело по коммиту нам проверяло. Вот. Но здесь есть несколько особенностей. Некоторые роли, которые мы пишем вот для автоматизации чего-то, они хорошие, но они разворачивают продукты, которые мы, к сожалению, не можем вот выложить там и сделать тестирование этой штуки с помощью Travis по лицензионным соображениям. Например, у вас есть автоматизация разворачивания там оракловой баски. То есть если вы выложите файлы инсталлятора оракловой баски, к вам придут юристы и очень сильно оракловые, и очень сильно на вас поругаются. И для того, чтобы мы все жили в мире и ни с кем не ругались, мы решили сделать следующее. Как вы, наверное, знаете, я надеюсь, что вы знаете, GitLab одним из последних релизов научился делать CI для сторонних репозиториев. То есть, смотрите, роль у нас лежит в GitHub, который GitHub.com, публичный, к нему подключен такой же публичный GitLab.com, в котором мы указали, что, дорогой GitLab, собирай нам какой-то CI для того внешнего репозитория. А уже к этому GitLab прикручены раннеры, которые стоят у нас приватно. Вот прямо в закрытом периметре. У них уже есть доступ ко всяким нужным бинарям, которые они могут разворачивать. Фактически роль у нас лежит все это дело публично. Данные, прошло-не прошло тестирование, тоже доступны публично. И мы никого не обманываем. То есть у нас прогоняются реальные тесты с реальными тулами. Так, по шагам. Давайте посмотрим, как это в Travis, например, выглядит. Здесь тоже очень все просто. На первом шаге на восьмой строчке мы сообщаем Travis о том, что мы хотим это дело. Мы не просто хотим Travis запустить, мы хотим воспользоваться Docker-сервисом, чтобы у нас был доступен внутри Travis Docker. Дальше мы забираем свои линд-рулы. Мы не только пользуем дефолтные Ansible линд-рулы, мы очень злые. И поэтому мы сами пишем дополнительные линд-рулы, чтобы стало еще более красиво и по правилам. Дальше мы дергаем сначала линд. Дергаем его для того, чтобы сэкономить время на прогон тестовой матрицы. И если у нас что-то там плохо не по styleguide написано, и линд найдет, пускай найдет в начале, зарепортит, и человек, который коммитал, просто уйдет обратно со своим pull request или чинит свой commit. А когда он починит, пускай приходит, и мы будем гнать дальше собственно тест. Как выглядит публичный CI? Выглядит он элементарно. Здесь у нас есть GitHub, стрелочка к Travis. Внутри Travis живет Molecler и Docker. Для GitLab, для приватной части, выглядит в принципе все то же самое. Просто мы знаем, что у нас раннер запущен в приватном периметре, и картинка уже выглядит повеселее. Вот так. Значит здесь видно, что у нас код перепадает с GitHub в GitLab, где-то бежит приватный раннер, приватный раннер уже умеет дергать некие внешние по отношению к нему сервисы, там запускать что-то там в Амазоне. Я надеюсь, для всех здесь абсолютно очевидно, что в паблик, например, запуск чего-то там разворачивания в Амазоне вынести в первую очередь стрёмно, потому что всякие ключи, придумать механизмы для их как-то, чтобы положить их в паблик, но при этом не стать очередной стартап-платформой для майнинга. Задача нетривиальная, поэтому мы ее не решали, мы унесли раннер в приват. И там уже есть большая вероятность, что ты не станешь майнинг-стартапом. Здесь мы тоже чуть-чуть поленились и сделали следующее. Смотрите, у нас в EPUM есть свой маленький EPUM-клауд, и в нем есть особенность. Этот EPUM-клауд такой гибридный. Что это значит? Все остальные публичные клауды, ну не все, но многие публичные клауды у нас доступны из нашего внутреннего клауда как регионы. Ну вот так. То есть я могу просто не писать тысячу тестов, а поиграться с регионами и сказать, теперь тест проведи вот этот тестовый сценарий, проведи для вот региона Amazon, для региона EPUM-клауд, для региона Azure и дальше, дальше, дальше. В конце, в конце, в конце. Роль зеленая, красивая. Что с ней дальше делать? Правильно. Опубликовать ее в Galaxy. Здесь ничего сложного. Нужно дернуть вебхук. Вот там в Travis был вебхук. Он просто дергается, сообщает Galaxy о том, что пора бы заимпортить к себе роль и там обрисовать дебилд статус и все такое. Здесь есть только одна небольшая особенность. Собственно, если у вас роль не версионируется, то есть вот гитхаб-релизы, ну проще говоря, гиттеги, если у вас роль не версионируется, то в Galaxy всегда будет роль находиться без версии. И как только кто-то хочет поставить ее себе через Antible Galaxy Install, он заберет роль, которая лежит в мастер-ветке, ну либо в другом бранче по умолчанию. В этом есть там небольшой стрёмный момент, потому что бранч по умолчанию, он не всегда бывает стабильный. Поэтому, если вы что-то публикуете в Galaxy, не забывайте это тегировать, прям чтобы были версии и все было клево. Вот. И почти в самом конце маленький хинт. Для того, чтобы каждый раз не заниматься копипастой при написании какой-то новой роли, мы решили это все дело шаблонизировать и прям вот по этому урлу мы положили некий шаблон, который нам позволяет быстро с нуля начать делать роль. У него есть какие-то дефолтовые настройки для Antible Lint, есть GitHub issue template, потому что мы это делаем публично. Вот. Мы туда ложим issue template в красивой форме, чтобы там pull requests либо там баг-репорты нам оформляли красиво. Туда же складываем шаблоны всяких git-гноров, GitLab CI, лицензию по умолчанию складываем. Кстати, мы публикуемся по умолчанию под лицензией Apache 2.0, чтобы никого не пугать. То есть, если вы хотите у нас сходить к нам и переиспользовать, вы можете забрать, сделать закрытым и никому ничего не объяснять. Ну, Apache так позволяет. Вот. И у нас лежит несколько вариантов тестов прям вот для того, чтобы можно было быстренько все это дело пнуть и завести. Ну, и как-то все. Вместо заключения, что я могу сказать. Ребят, вот есть ссылочки на GitHub. Туда можно сходить, посмотреть, как это дело работает. Есть ссылочки на Ansible Galaxy. Туда можно тоже сходить, посмотреть, как это дело работает. Здесь есть вопросы. Куда писать? Можно писать мне в Telegram, можно на почту. Можно подписаться на мой Instagram. Я там выкладываю фоточки. Ну, на этом у меня все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы? Добрый день. Подскажите, пожалуйста, чем обусловлено использование GitLab, учитывая, что GitLab все равно позволяет иметь бесконечное количество бесплатных репозиторий? Это очень клевый вопрос. И я бы этот вопрос переадресовал к ребятам из Red Hat, которые пилят Ansible Galaxy. На текущий момент есть очень простое техническое ограничение. Ansible Galaxy умеет импортировать вашу роль только из GitHub. Ну, можно пойти написать открытием issue по поддержке других репозиториев. Можно им даже закоммитать туда, наверное, поддержку. Спасибо. Спасибо за доклад. Я так понял, что у вас энное количество написано ролей, ну, грубо говоря, примитивов, кирпичиков. И в итоге, когда у вас происходит конфигурация какого-то сервиса, вы говорите, что возьмите какую-то роль, возьмите какую-то роль, и на выходе у тебя получается какая-то система. Но может же получить ситуацию, что у тебя две роли, они несовместимы. Например, вы там переиспользовали какие-то хендлеры или в зависимости по пакетам там указано. Как вы вот эти проблемы обходите? Здесь есть тоже один хитрый трюк. Мы его не выносим в паблик, потому что это больше для проверки наших же ожиданий, наших конкретных систем. мы берем ту же молекулу и вот эту плейбуку, которую мы написали в зависимости от паролями, подкладываем в молекулу с какой-то дамми ролью. И она внутри у нас прогоняет весь этот тестовый пайплайн, вытягивает кучу-кучу-кучу ролей и ставит в конце. То есть у вас отдельный репозиторий, в котором там условно клиент такой-то секой-то, у него инфраструктура выглядит так-то и условно там, в общем, по-своему workflow вы прогоняете молекулу, смотрите, что да, у нас инфраструктура разворачивается, мы молодцы. Да, фактически это выглядит так. То есть у нас есть проектный репозиторий, в котором есть requirements, который вытягивает внешние зависимости, внешние роли. Лежит молекула, которая гоняет тесты, вот конкретно вот для этой уже плейбуки. То есть она подтягивает все роли, эту плейбуку она разворачивает, где-то гоняет. Сюда же смотрит обычно Ansible Tower, ну или AXX, смотря на сколько вы раскошелились, заплатили или не заплатили. И он отсюда же это все дело забирает и уносит на production. Понятно, спасибо. Спасибо за доклад. Вопрос с точки зрения потребления ролей. Вот вы используете requirements, я может потянуть все зависимые роли. Насколько это надежно? Может быть справедливая рекомендация все эти роли заранее закоммитить к себе прямо в репозитории жестко, если уже хочется попозже обновить на более новую версию, проверить все ли совместимо, еще раз скачать, закоммитить. Очень спасибо. Клевый вопрос. Смотрите, ребят, когда мы указываем некий requirements, мы не просто ссылаемся на какую-то внешнюю зависимость, мы еще указываем версию этой зависимости. Вот прям зависимости. И сейчас мы разбирали тестовый стенд, то есть паблик часть. Мы используем для разработки этих ролей, мы фиксируем. Здесь не нужно собирать все до кучи, здесь как раз таки идея в том, чтобы разделить это все по кирпичикам, разрисовать все зависимости и в тестовой матрице прогнать все эти тесты, возможные комбинации, сделать их богатыми и понять, что эта роль с этими зависимостями работает. Как оно дальше уедет в реальный продакшн – это уже другая история. Здесь очень важно понимать workflow в том, что здесь у тебя роли, ты их разрабатываешь, забираешь себе их внутрь проекта, и если у тебя возникает какое-то непреодолимое желание что-то сделать, ты не у себя в проекте правишь, ты выносишь, правишь это здесь в публичной части, тестируешь, чтобы все понимали, насколько это понятно, актуально, нужно или не нужно, а после этого обновляешь вся зависимость. Оно вроде как выглядит чрезвычайно перегруженным, на первый взгляд, но когда у тебя там проектов больше, чем один, а у тебя несколько сотен проектов, и на них работают тоже несколько сотен людей, эта штука начинает структурировать все данные и позволяет не упустить такой момент, когда у тебя внутри какого-то проекта есть клевый чувак, который клево пишет, прям важные-важные штуки, но когда он пишется внутри проекта, ну от этого хорошо только проекту. Когда он это шарит между всеми, там выносит в публичную часть, от этого становится лучше всем. Хочется делать лучше всем. Спасибо. Все? Еще? Добро. Вопрос. А вот эти тесты, которые проходят над Symbol, именно на катке, чего бы то ни было, это все может ли работать в тракторном режиме? Тракторный режим, это имеется в виду то, что непонятно на какое окружение, непонятно на какой интернет, может проходить через прокси, а в прокси может есть сертификаты, в итоге что-то вам пойдет и подобное. Или просто накатили сервис в идеальных условиях, он заработал, все отлично заливаем. Хороший вопрос. Давайте подумаем вместе. Я сейчас пытаюсь просто представить в голове, как вот разворачивать такую тестовую топологию с некими неизвестными факторами. Технически, смотрите, как мы можем попробовать это сделать. Мы можем на этапе сайд-эффект вносить некие нам известные помехи. Ну, наверное, это скучно, да? То есть мы эти проблемы знаем, мы их порешали. Но при этом, если мы будем руководствоваться каким-то процессом, знать, что у нас произошел инцидент, мы эту штуку положили как тестовый кейс в сайд-эффект либо в тестовый сценарий, мы прям протестировали эту штуку. Это один вариант. Второй подход. Никто не мешает вам брать, например, Ansible GitHub Runner, ставить какое-то место вот прям рядышком-рядышком с вашей среди и, например, поднимать тестовую среду на спотах и прям не мониторить их отключения. Они у вас будут врубаться в случайном порядке. Ну, вот получили тоже какой-то такой хаос-кейс. Варианты есть. На текущий момент, да, мы прогоняем это в эталонной среде. Но, ребят, эталонная среда, она, ну, она кажется только эталонной. Например, вы пишете клевую роль, прогоняете ее в AWS и вы радуетесь, вы написали клевую роль. После этого вы идете в ажурку и узнаете, что там вроде как тоже Red Hat или там та же Ubuntu, но они, блин, разные. Да, там разные политики для Red Hat по PSE Linux. Вот они, блин, по умолчанию разные. Тут роль работает, тут не работает. Ну, эталонная среда. А потом мы поехали в какой-нибудь, господи, в Google Cloud. Там еще третья штука. Хотя бы прогонять вот по множеству клаудов. Оно там сильно структурирует роль, сильно позволяет ее подпереть в нужных штуках и сделать ее более готовой к реальному миру. Как-то так. То есть сам движок тестирования позволяет что-то придумать себе, какую-то проблему и пробовать на ней протестировать. Конечно, конечно. Отлично. Спасибо. Спасибо. Спасибо за доклад. А какие у вас дальше планы? Потому что я сейчас открыл сайт linkdelivery.com. Там написано, что что-то ожидается. Может быть, вы это как сервис сделаете или еще что-то? Блин, сайт, он смотрит сейчас на GitHub page. И там просто заглушка, да? Вы зайдите лучше в GitHub. Там есть много ролей, они опубликованы, над ними постоянно ведется работа, они вот выложены все публично. Как сервис? Хороший вопрос. А о чем мы должны предоставлять? Ну, мы роли и так предоставляем. Мы… Фактически пока… Да. У нас есть планы по его расширению. То есть его сделать… Сейчас там лежит только Ansible. Мы туда чуть-чуть траформа заведем, еще какой-то автоматизации. Но у нас просто внутри компании зреет непреодолимое желание вот всю нашу автоматизацию не держать в закрытой песочнице, а показать всем. Возможно, кто-то ей воспользуется. Возможно, мы получим конструктивную критику. Скорее всего, мы получим деструктивную критику. Но мы надеемся, что мы к этому готовы. Спасибо. Еще? Все? Ну, выглядит как все. Спасибо. Лучший вопрос. Выбирайте вопрос. Лучший вопрос. Мне очень вопрос понравился про тракторную среду и про тестовый сценарий. Да. Прям понравился. Спасибо. Мне тоже понравился. Спасибо, ребят. Тут внизу ссылочка. Внизу про LVE. Мы тут линуксовочку проводим раз в год. В лесу с шашлыками. Приезжайте. И это еще не все для докладчиков. Ух ты. Подарочек небольшой. Клево. Спасибо. Смотрите, какую-нибудь штуку дали. Спасибо, ребят. Знаешь по городу. Или за Грое. И я чувствую, что вы бросает меня к кроме того, она потомacht, jag postsisten руки другим об этой жесты. А вот какая- ciertое.